Молитва Молитва Через Жуковского Через Жуковского Через Терропольскую площадь Вниз И куда? На Староконный рынок Знаете, я поехал по Жуковского Уже в сторону Терропольской площади С одной целью У меня была мечта поскорее все купить Чтобы не было проблем Вернуться обратно и поскорее все сделать Все необходимо взять Доезжать до Терропольской площади И там перекрыто все Я сначала не понял почему Потому что у Вадима Жуковского Одностороннее движение Но когда я доехал до Альхадовского проспекта Вдруг начали навстречу ехать машины Я не понял сначала Я ехал туда А там написано Объезд Самое интересное У меня был вопрос Куда? В нормальных цивилизованных странах Когда ты подъезжаешь К месту Где написано Объезд Показывают стрелки Куда ехать надо А тут получается так Что ты приехал И решай сам Куда тебе нужно К твоей цели И к твоей цели Ты должен сам найти выход И я понимаю Что если Я первый поворот Возьму Когда все едут Я наверное застряну Там когда Потому что все туда Ломанулись резко Возьму Пойдешь направо В тупик попадешь Пойдешь Поедешь прямо Уедешь от цели Пойдешь налево Долгий путь Какой-то такой Знаете И на самом деле Я доехал До Староконова И там меня ожидал Еще один сюрприз Я не смог купить То что я хотел И сразу идея такая Да Нужно было Слушать свое сердце Не попал бы В пробку Можно так сказать Не попал бы На знак Объезд И доехал бы К цели Прямо Вот куда нужно Моя тема Очень простая Для нас всех В объезд В объезд Вот знаете Вот та История Вчера С утра Она меня вдохновила Мы часто Часто бывает так Что нам иногда Приходится возвращаться В обратном направлении Так что Знаете Наши все цели Наши мечты Сдвигаются Вот Бог дает Какую-то цель И мечты И вот ты Кому-то идешь К этой цели И вдруг перед тобой Большой-большой Знак Объезд И слава Богу Если на этом Знаке еще будут Направляющие То есть Схема Как нужно объехать Данное препятствие У меня в жизни Была мечта С раннего детства Потому что я Занимался фиктованием Саблей И я хотел попасть В сборную Советского Союза По фиктованию В олимпийскую сборную Мне эта мечта Она Предоставилась И Фактически Одним из В окончании лета Мне нужно было сделать решение Поехать в Москву Поступать В школу Олимпийского резерва И интересно Что Бог В это Лето Знаете Открылся мне Я пришел К познанию Всевышнего И Бог Спас меня И мое решение Ехать в Москву Кто знает Кем бы я сейчас был Да Было Поставлено препятствие Я говорю Слава Богу Что Он представил Препятствие К твоей мечте Иногда наши мечты Которые мы мечтаем Могут быть Знаете Со знаком Объехать нужно Или возвращайся обратно Туда пути нет Могу с уверенностью сказать Что даже мечты Которые приходят от Бога Не Имеют Вообще Имеют перед собой Табличку Объезд Таким Такой По нашей вине Конечно же Очень часто Такой табличкой Для еврейского народа Был Ропот Саглядатые Вроде бы Была цель Правда Была цель Была мечта Мечтали Выйти из Египта В землю обетованную Наполненной Молоком И медом Благословение Обещание Которое Бог дал В Рамы Вот 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 Мы уже у Иордана И тут приходят Закладатые И у каждого табличка Объезд Обойти Ропот По нашей вине Часто бывает так Что мы начинаем Ходить 40 лет В поисках Цели И пока Вот как Виктор сказал Пока не произойдет Чува Чува Это разворот Обратную сторону Ты ушел От цели Которые Бог тебе поставил Чаще всего По своей вине Бог потом делает Чуву в нас Чтобы вернуть нас К Этой мечте Даже путь к мечте Может сделать Сделаться Неожиданным Неожиданным Разворотом От которого Мы иногда В шоке Нам иногда Неприятно Что происходит В нашей истории Говоря о Павле Мы уже говорили В прошлый раз Помните, да? О великом Апостоле Проповеднике Евангелия Евреи Который проповедовал Язычникам То есть Не евреям Его история Всегда впечатляла Меня И даже Когда Я очень-очень Хотел приехать В Одессу Или на Украину Служить Я все возможности Пробовал Там Уехать Пораньше Общался с людьми Под поддержку Просил Купить мне билеты Хотя бы Уже решили С Татьяной Продать машину И так Назло Всем врагам Уехать на Украину И служить Нашему народу Как бы ни было Уже Я спал И Господь В ночном Бдении Во сне Задал мне вопрос Скажи, пожалуйста Павел Был призванный? Я говорю Господи, да И он Достиг своего призвания Я говорю, да А сколько Он лет ждал Чтобы я его призвал К этому Призванию? Да, вот Сколько лет? Я так раз Ведь учился в семинарии В институте библии Сказал ему Отпочитал Там 13 лет 13 лет Со дня Его покаяния До того, как он был Высвобожден В служении Как апостол Как служит Как евангелист Как пастор, да И я думаю Неплохо Я подожду Еще 13 лет Я успокоился И вот когда я успокоился Многие вещи в моей жизни Начали меняться И вот история Павла Особенно Очень мне понравилась В 16 главе Деяния апостолов Я знаю, что многие читают И цитируют Особенно с этой главы Он любит цитировать Истории, которая произошла Бесноватая женщина Которая прорицала Жизнь Павла Но вот что происходит Фактически в то время Там описывается Если вы будете читать В самом последнем Несколько строк В 15 главе Деяния апостолов Там написано Что Павел Рав Шаул Шаул Сильно повздорил Со своим Как бы сказать Соработником Это У нас Ой Уже так даже Вылетел из головы А Павел и Варнава Да Сын Сын Утешения Они повздорили И вот следующая строка Павел взял силу И пошли благовествовать Их направили Фактически Их направили Служители Божьи То есть апостолы Благовествовать Евангелие Куда вообще-то Как бы евреи ходят Когда благовествуют Куда пойти Конечно же К своим Но если вы думаете Что Павел Резко повернулся И к язычникам Бойтесь Потому что Везде Евреи шли Сначала к своим Своим А потом Когда все Располагались Тому чтобы слышать Говорили тем Кто хотят слышать Это таким образом Пришло и в англии Язычникам Между прочим Мое личное мнение Что Как говорится Андрей Первозванный Откуда Как пришло Христианство На Русь Да Все таки Остановился Где-то в еврейских Поселениях В стороне Черного моря Ведь нужно было Путешествовать Особенно Где-то Наверное Если искать Пути Может Днестр Может быть Дунай Через Дунай Вообще не попадешь В Киев Правда Может быть В Европу заехать В Днестру Если подняться Можно где-то Вот В сторону Хмельничины Туда вот Откуда все Начинается А так Южный Бух Можно тоже Туда в сторону Или Днепр Можно подняться Да Но с какой стороны К Днепру прийти Да интересно Наверное Если мы путешествовали То путешествовали Через Грецию Там где евреи жили Значит можно было Прийти В Белгород-Днестровске Сегодня Да Это было Акерман Либо была Тира А там было Огромнейшее поселение Евреев Можно было Главествовать Было там Но эта история Совсем другая К ней мы вернемся Когда будем делать Даже передачу И все-таки Павел Он идет Благовествовать В разные стороны То есть В сторону Севера Вот Благовествовать В тех местах Где жили евреи И где было Благорасположение Язычников К евреям Потому что Фактически евреи Жили среди язычников И у них не было Тогда еще Антисемитизма Такого То есть Евреи Хотя и Может быть Была Минимальная нация У них свой был устой У них были свои синагоги Свой образ жизни И так далее И Рав Шаул Путешествует Именно туда Фактически Когда вы посмотрите Эту 16 главу Там есть препятствие Когда они Их послали Служить Их высвободили Служить Для благовестия Как вы понимаете Что благовестие Это добрая часть Да Ну Это нормально Когда Бог сказал Иисус Ишуа говорит Что идите по всему миру Благовестуйте Да И если будут веровать Пускай крестятся То есть крестите их Во имя Отца И Сына Става Духа То есть это добрая Я думаю Что Бог благоволит К этому Вот Такому состоянию Как благовестие Народам Но написано там Что Дух Святой Их не пускал Не давал им возможности И Была цель Счастливая цель Павла Благовестие Это счастливая цель Счастливая участь Он говорит об этом Что даже я хотел бы Быть отвергнутый От Мессии Ради своих сородичей Своих покровений Евреям То есть я готов умереть За них Чтобы они познали Мессию И где к этим евреям Можно было Как бы Достичь их В Диаспоре Это было его участь Это было призвание Работать среди евреев В Диаспоре И конечно же Он понимает Откровение свыше Что тебе благословятся Все народы Означает Что благовестие Должно коснуться И язычников Все таки Вот один момент Если бы зачитывать Деяния апостолов 16 глава 6 стих Пройдя через Фригию Галатийскую страну Они не были допущены Духом Святым Проповедовать слово В Асии Дойдя до миссии Предпринимали Идти В Ефинию Но Дух Не допустил их Мы там Пропустим Два стиха И было ночью Видение Павлу Предстал Некий муж Македонянин Македонянин Извините Прося у него Говоря Приди В Македонию Помоги нам Интересный момент Я понимаю Что у Петра Было видение Быть открытым Работать с язычниками Да Вот именно Такая часть Ну и как будто Здесь Так же идет То же самое Наставление К Павлу Идти В Македонию Но если вы посмотрите Внимательно Там Придя в Македонию Один из Пунктов Где они остановились Они ходили Они ходили По обычаю В молитвенный дом И если там Немножко Я делаю фразы Они пришли Вышли из города В день субботний Пришли В молитвенный дом Который был у реки Там сели с женщинами Разговаривать Да И Лидия Женщина имени Лидия Она Внимала Проповеди Или разговору О Мессии И Решила креститься Может быть там У реки сразу Я не знаю Но Я говорить буду Следующую Фразу Которая нам Очень и очень Льстит Мы очень и очень Любим говорить об этом Случилось Что Когда мы шли В молитвенный дом Встретилась нам Одна служанка Одержимая Духом пролицательным Которая через Пролицание Доставляла Большой доход Господам своим Идя за Павлом И за нами Она кричала Говоря Сии человеки Рабы Бога Всевышнего Который Возвещает нам Путь спасения Если подумать Нормально Что плохого Они говорили Или эта женщина Говорила Что плохого Она говорила Вот Вот здесь Момент такой Ведь нам Льстит иногда Когда люди Говорят Ой какой Вы человек Такой Проповедник И мы не разбираемся Что же люди нам Говорят Об этом Да Вот момент Такой И Обидно Это получалось Не один раз Самое интересное Что в этой истории Что эта женщина С прорицательским духом Мне напоминает Наших цыган Я не говорю Братьев и сестер Которые уверовали Вишу А вообще На улице Когда они пристают К людям И особенно Говорят Вслед их Вещи Прорицательские Да Особенно И я встречаюсь С многими верующими Людьми Которые говорят Ребе или пастор Что с этим делать Эта цыганка Мне всю мою жизнь Рассказала Я говорю Ты не первая Мало того Что Удивление Такое Что Как бы Что с этим делать Вообще Людей Это вводит Какой-то ступор Как так Может быть Мы не слышим Пророческие слова Здесь Нету наставления Пророков А тут цыганка Которая Первый раз Меня видит Говорит обо мне Все И они говорят Что с этим делать И она мне говорит Пререкает это И пререкает то И говорит это Я говорю Успокойся Павла Домогали эти люди Такого состава Может быть это цыганка была Может нет Не знаю Но дух один и тот же Вот представьте себе Что человек Как и Павел Да вот Павел Никому не мешал По жизни Видно что евреи И язычники Жили нормально У одних господ Одних людей Богатых Видно было Рабыня Которая приносила Немалый доход Никто никому Ничего не имел Дела Да то есть Кто-то зарабатывал На Как он говорит На лохах Таких Да вот Им все Прорицали И нормально Никто никому Ничего Плохого не делал Павел И все команды Спокойно Каждый день Ходили молиться Или неправда Молиться Ходили люди Не знали Ничего плохого У них была в этот день Одна цель Хорошая цель Мечта Прийти в синагогу Почитать Слово Божие Собраться с братьями Сестрами Там да вот Поговорить О Всевышнем И написано что Помолиться Как вы считаете Хорошая мечта Помолиться Ну каждый день Нормально И вдруг На первый день Женщина приходит И вслед их Говорит Прорицает там все Думаешь ладно Успокоилась Второй день Она к тебе пристает Третий день Уже думаешь Что делать с этим Она Делала много дней Написано Павел Вознегодовал Обратился И сказал Духов Именем Ищего из Азарета Или Иисуса Христа Поверяю тебе Выйди Вон из нее И Дух вышел Святой В этот же час Когда Господа ее Видят что Исчезла Надежда дохода их Запомните Люди имеют Надежду В бесовских делах Доход Который Обманным путем Достается им У них Исчезла надежда Что они будут Теперь зарабатывать Что-то Схватили Павла И силу Повлекли На площадь К начальникам И приведя их К воеводам Сказали Сие люди Будучи иудеями Возмущают Наш народ У меня вопрос Вопрос А что Раньше иудеи Не возмущали Ничего Что именно Вот эти иудеи Что же они Такого сделали А что интересно Что они сделали Проповедуют Обычаи Которые нам Римлянам Не следует Принимать И не исполнять Они просто Напросто Изгнали Беса И женщины И вдруг Это стало Иудейской ересью Заметьте Пожалуйста Что Римлянам Они видно Не изгоняли Бесов Они их наоборот Приглашали к себе Надо же было На ком-то зарабатывать Хоть еще Каких-то лохов Найти Духов Поднебесных Вы знаете Это интересная История Потому что Народ Так же Восстал На них А воеводы Сорвав с них Одежды Велили Берить их Палками И давя Много ударов Ввергли В темницу Приказав Темничному Стражу Крепко стеречив Получив Такое приказание Он Ввергнул их Во внутреннюю темницу Ну так Чтобы Наверняка Не просто В тюрьму А еще там В тюрьме Еще тюрьма есть То есть Холодную Или в одиночку Такую Туда Чтобы точно Безопасность была Такая И Мало того Многие Забил В колоду Кто из вас Вообще Счастливый Что вы не живете В СССР Мало кто Может понимать О чем я говорю Многие говорят Ну слава Богу Что СССР Еще Как-то таким образом Помог нам Когда-то Да Но я вам скажу Честно В СССР Когда ты Будучи Верующим Человеком И люди И об этом Знали все шпики Да вокруг То Если Останавливали тебя Лишь потому Что ты ходил На ячейку Домашнюю Или Мы называли Подпольная церковь Собрание Могли тебя Арестовать Могли тебе Наложить штраф Дать порицание И как бы Отпустить Но если ты был Как Павел Радикальным проповедником То тебе Могли бы Просто арестовать Дать тебе срок И сослать По этапу В Сибирь Таких проповедников Было у нас Очень много Как вы Вы вообще Довольны Что вы живете Сегодня В Не в СССР Но знаете В свободной Независимой Украине Где каждый из нас Может выразить Свою точку зрения Обо всех Обо всех Мы можем Рассказать Свою точку зрения Это как На этот самый Мне наталкивает Анекдот такой Да Когда Буз встречается С Ельциным И говорит Это о том Что у вас В России Нет такой Свободы Как у нас Есть В Америке У нас в Америке Вообще Люди Свободно Могут Любую точку зрения Например У нас люди Спокойно Могут Сказать Что Наш Президент Ну как бы Недально зоркий Немножко Придурковатый Немножко Шизофренией Или что то еще В этом роде Он говорит Так у нас тоже Такая же Свобода У нас тоже Говорят Будь шизофрени Занитый Или Немножко Зоркий У нас тоже Говорят Спокойно Вы знаете Я доволен И рад Что мы Живем В стране Где мы Можем Исповедовать Нашу веру И наши Убеждения Не боясь Что кто то Нас арестует За наши Мысли Я верю Что Бог Хотел бы Чтобы так Происходило То же самое С Павлом Происходит Человек Спокойно Ходил Тебе По городу Молился Исповедовал Свою веру Делился Ею С людьми Из еврейского Норода Со всеми остальными Но вдруг Когда Исчерпали Люди Источник Свой Я понимаю Что один враг Точно имел Против Павла В то время Когда он ходил В этому городу И имел Проблему с ним Это была Куча бесов Которые Пытались Дискредитировать Его В глазах С его общества Но заметим Что пока Не было Изгнания Беса Пока не было Не закончился Источник Доходов Этих людей Они Все были Довольны Они не Замечали Что Уже В стране Происходят Перемены Знаете Насколько Дьявол Закрывает Глаза Тем Кто Хозяева Этих Бесов Что Все нормально Все хорошо Пока Не происходит То Чему Призван Был Павел Спокойно Через пару дней Это ему надоело Он изгнал Бесов И вдруг Глаза Хозяев Открылись Оказывается В этом городе Уже последователи Этой Иудейской Ереси Уже Тысячи Людей И они Приводят Их Тому Месту Где Началось Их Испытание Что Интересно Как бы Хотелось Вам Ехать Из Котовского Либо Дальних Мельниц Либо Может быть Где-то От привоза Где-то От других Мельниц Может У нас Гостях И Как по Обычаю На молитву Простую Нормальную Мельниц На собрание Приехать Со всеми Нами Пообщаться Помолиться Со всеми И вы Не доезжаете До места Назначения Вас останавливают И говорят Вы приехали И вы говорите За что? А за то Что вы знали Бесов А еще за что? За то Что вы молитесь Благовествуете За то Что вы Говорите Всему миру Что нужно спасение Поверьте В этом городе В этой стране Есть много людей Которые Тоже приносят Своим Господам Много Прибыли Много Людей Которые Поражены Бесами Поражены Наркотиками Алкоголизмом Это доход Многим Людям Сильных В мире Всего Проституция Контрабас Да А если Говорить Уже И Взятках Коррупции В этом мире Есть много Бесов И Которые Используют Люди Они порабощены Вот В этой В этой стране Бог поднимает Свою общину Люди Такие как вы И я Чтобы Благовествовать Свет Этого мира Мы спокойно Двигаемся Говорим людям Вы думаете Что-то останется Незаметным? В этом мире Духовно Оно всегда Заметно будет Поэтому Когда мы Приходим В своей жизни К какому-то Тупику Да И нам нужно Развернуться Потому что У нас есть Цели в Боге У нас есть Одна цель Мы хотим Исполнить Великое поручение Ишуа Мессии Благовествовать Людям Спасения Самое главное То что Бог Нам даст Обладать Машиной Или же Квартирой Или же Бизнесом Зарабатывать Это всего лишь Инструмент Для благовестия Вы понимаете Да Что я говорю Инструмент Благовестия Но в сущности Когда приходит Такой кризис В жизни людей Когда мы Благовестием Люди получают Свободу От наркотиков От алкоголизма Проституции Или же Мошенничества Вообще Как бы Такого Тогда Весь мир Становится Против И они говорят Каким образом Эти сектанты Они же Весь мир Обал Ну как бы Скать Как еще Такое слово Хотел Нормально Оболвали Я не знаю Ванили Но не знаю Ну ватники Я понимаю А вот Это еврейская фамилия Между прочим Но сама суть Что-то происходит Вопрос стоит Не в том Как мы Вообще туда попадали В эти ситуации Потому что у нас У каждого Друзья У нас у каждого Существует Время Когда мы Пришли Какой-то Идем к своей мечте И вдруг На пути у нас Вывеска Объезд Я как Уже говорил Хорошо Что есть Еще Карта Как объехать Я вам скажу Честно Это слово Божье Но когда Карты Нету Когда Карты Нету Ты сам Должен знать Куда ехать Если ты Одессит То ты понимаешь Что От Терраспольской площади Есть много выходов Но если туда попал Не Одессит Но точно ты попал Ты будешь стоять И будешь спрашивать Куда ехать И как Одессит Чуть-чуть направо Чуть налево Там как бы и рукой подать Еще Еще Вот там налево И все Куда ехать Скажите Куда И вот думаешь Вот так Вот посмотрите Чуть-чуть проехал Туда направо Чуть-чуть левее И все Вы приехали Да Я уже выразился Боно Не хочу Что мы делаем Когда свет В нашей мечте И радости жизни Немножко померк Или вообще Гаснет Потому что От тебя обстоятельства Этот поворот Заталкивает В Тюрьму Как Павла И силу Мало того Что ты в тюрьме Ты еще в темной комнате Что делать Вы начинаете ровтать Или как Ну я пытался И назвал это молитвой Я собирал людей Начинали молиться Ситуация такая Безвыходная Я называю это вообще-то Ропот Извините пожалуйста Мы просто хотим Его завалилировать Наши проблемы Наши разговоры с Богом И претензии дать ему Я на самом деле Скажу так Это ропот Мы собираем Такой Движ И начинаем Недовольствоваться Богу О том В каком состоянии Мы находимся Или же Мы соглашаемся С теми обстоятельствами Или воспринимаем Ту тьму Которая вокруг нас Нормой жизни И говорим Ладно Мы и здесь не пропадем Идем на компромиссы Может вам показаться Очень странным Но я хочу Дать совет Этот совет Будет очень неадекватным Не тратьте попусту Безвыходное время Если вы в проблеме Другими словами Когда приходит проблема Не используйте проблему Как толчок Не используйте ее Как даром Время которое Не нужно Как бы вот Оно Как бы сказать В тягость Возьмите проблему И не закидывайте ее Где-то за завесу А в этой проблеме Устройте Настоящий Ну сказать Молитвенный ретрит себе Вот это Вот В момент Когда нам Может быть тяжело Плохо Мы должны больше молиться Нам нужно Открыть свою душу Для того Чтобы понять Что Бог Что-то хочет С этим сделать Не тратьте боль На обсуждение Проклятие Или поиск виноватого Нам сделали больно Не тратьте это время Спрашивая Кто виноват Возьмите Эту Боль К Всевышнему И делайте Что необходимо Ищите Примирение Ищите Отношения Благословляйте Людей Нам не хочется Да Нам очень не хочется Но мы должны Говорить Богу Мы говорить Даже когда нам Больно Ищите Ищите Не виновных Но ищите В молитве Об общении С Богом Ведь Ропот Не поможет Никогда И искать Виноватых Никогда не помогал Бог Может Помочь В любых Обстоятельствах Когда не хочется Молиться Вам честно скажу Это самое лучшее Время Помолиться Когда не хочется Молиться Ты думаешь Все понял Господи Тогда начнем Вот этот момент Это очень важно Потому что Когда мы Попадаем В безвыходное Положение По нашим Человеческим Чувствам Мы начинаем Планировать Побег То есть Другими словами Ситуация Которая мы Попадаем И Павел И Сила Попали Во внутреннюю Эту Ну Темницу Будем говорить Тогда Мы Мы всегда По-человечески Это неплохо Искать сразу Выход Выход Искать Побег Как Планы делать На побег Да Вот есть люди Которые Сразу У них комбинации Из этих проблем Как кому позвонить Что сделать С кем договориться И мы начинаем Планировать Как из этих проблем Выйти На самом деле Бог иногда Ставит нас В эти обстоятельства Чтобы проверить Наш эгоизм Наше самолюбие Для христиан Важнее всего Не сбежать От проблем Когда мы хотим Мы всегда хотим Сбежать Для христиан Важна одна вещь Спросить у Бога Что ты делаешь Над чем я должен Поработать Таких случаев Когда я пытаюсь Сбежать Из сложивших обстоятельств Бог пытается Меня обличить В моем эгоизме Я скажу почему Потому что 90% наших проблем Они укоренены Или же имеют Корень Который Заключается В эгоизме Самолюбии 90% И когда мы попадаем В этот угол Или же В эту комнату Темную комнату Еще Скованные наши ноги Мы понимаем Что никуда же не деться Нас Бог проверяет На наш эгоизм На то Чтобы Ну Смириться Знаете Когда дети Маленькие были Играли с разными Игрушками И когда Твой ребенок Приходит к тебе С игрушкой Которая Ему дорого Он показывает тебе Смотрит тебе в лицо И своими глазами Знаете Вот Уперся в тебя И говорит Итак Это моя Игрушка И ты думаешь Да-да-да-да-да Ну ты же игрался С ним Вместе с ребенком Да-да-да-да Ну в чем проблема Это Ну знаете Это когда дети Говорят Ну понятно Что они Имеют свое чувство Выражением Но Когда мы Как верующие люди Говорим Богу Претензии Это моя жизнь И я вообще с ней делаю То что я хочу Друзья Нам нужно запомнить Одну вещь Без его воли Мы здесь бы не были Ни одна душа бы Не была бы здесь В мире Поэтому страшно Говорить Богу Это моя жизнь Что хочу Общество С ней делаю Потому что В этот момент Богу интересно Проверить тебя На твой эгоизм В твои ситуации Вставляют В ту комнату Темную Где ты думаешь Боже А где тут свет Евангелия Где тут свет Спасения Где там Надежда На Всевышнего Фактически Это так оно происходит Даже когда нам Кажется Что мы смиренные Как Моисей Мы самые смиренные Люди На земле Мы как Моисей Я вам честно скажу И тогда Бог проверит На вашу вшивость Он тоже приведет К доктору По имени Дух Святой В темницу Где может быть Оковы И некуда Будет деваться Он делает это Еще по одной причине Не только Нашего эгоизма Проявить наш эгоизм И самолюбие Он делает Это иногда Из-за того Что мы очень Неглубокие В нашем Познании Бога Сегодняшнее Христианство Или верующие Это всего лишь Большущее Большущее Озеро Но не сильно Глубокое Услышьте меня Пожалуйста Бог проверяет Какая у нас Глубина Духовная В нем Познание его Как он силен Как мы доверяем Ему И вот эта Духовность Наша Проверяется Мы по щиколотку Зашли в воду По колено Или по пояс Мы ходим И ходим по пояс И говорим А мы плаваем здесь Друзья В Духе Святом И так далее Чувствуем Что есть Где-то еще Опора здесь Правда Да Бог проверяет Нас в этих обстоятельствах В этих В этом объезде К нашей цели На нашу Глубину Духе Святом Не ищите Духовного переживания Просто с Богом Ищите Духовных Отношений С Ним Просто часто люди Приходят На собрания И говорят Ой как хорошее прославление Чувствую Дух Святой Либо другие приходят Я не чувствую Вообще Дух Святой Знаете Как понять это Есть люди Есть люди Которые Богобоязвенные То есть По причине Своего Своей Религиозности В религии Нормально Иметь Какие-то Свои Правила Какие-то Обрядности Да Вот такие Потому что В каждой общине В каждой общине Есть порядок Есть своя Обрядность Служения И того подобного Но когда люди Они Боятся Нарушить Обрядность И Хотят Исполнить Все Заповеди Которые Возможны Как бы И человеческие Как бы И Божьи Заповеди То Эти люди Становятся Тяжелы Для Духа Святого Чтобы с ними работать Обрядность Знаете Как проверить Себя На то Что вы Религиозный человек Или нерелигиозный человек Когда вы приходите На службу И начинаете говорить Я чувствую Что здесь Недостаточно Бога Знаете Почему Потому что Бог говорит Я наполняю Всю землю Я всю землю Наполняю Где двое Или трое Собрались Во имя мое Там и я Посреди них И что Говорит об этом А что Разве Среди еретиков Так Бог существует Извините Если он сказал Всю землю Значит Там он тоже Есть Может Где-то Искра Откровения Им Блеснет И они Скажут Мы были Неправы Пошли Обратно К Богу Вы понимаете О чем я говорю И когда Ты Начинаешь Судить Тогда Приходит Вот этот Религиозный Дух Особенно Еще Так Бывает Так Вы Очень Скептически Относитесь К молитвам Других Людей Потому что Ваша Молитва Это Настоящая Молитва Помолюсь И будет Исцеление Это Религиозный Дух Когда Мы Начинаем Говорить О том Что Есть Одни Хорошие Да В Среди Верующих А есть Одни Плохие Только Я Один Хороший Это Тоже Такой Религиозным Духом Пахнет Во-первых Глубина Мое Желание Как пастора Это Научить Через Мои Проповеди Наставления Настоящим Отношениям С Богом Все Что Я хочу В чем Мое желание К людям Чтобы Научить Людей Отношения Близких Отношений С Богом Глубинных Отношений С Богом Не просто Быть Религиозным Человеком И исполнять Некоторые Традиции Которые У нас Есть Но чтобы Находить Близкие Отношения С Богом Приближиться К Нему И достичь Через Эти Отношения Откровений О Нем Что еще Происходит Когда Бог Поворачивает Нас От своей Мечты И мы Попадаем В темную Комнату Кроме Испытания Эгоизма Кроме Того Что Мы Были Испытаны Нашей Глубиной Веры Или В духовности Наверное Еще То Чтобы Нас Изменить Каждый Раз Когда Мы Стоем Эти Обстоятельства Нас Бог Хочет Чтобы Мы Изменились Отношению Во-первых К Нему В первую очередь Бог Не только Через Эти Обстоятельства Вот знаете Конфронтирует Нас Или Конфронтацию Производит Он Тоже Делает Так Чтобы Мы Поглубже С Ним Общались Когда Приходит Кризис Когда Приходит Темнота Когда Нам Кажется Что Нет Выхода Из Ситуации В Которую Мы Находимся Мы Начинаем Вспоминать Что Есть Еще Один Путь Бог Который Может Сделать Все А С Ним Нужно Иметь Отношение Значит Вниз Я не пытаюсь Найти Выход Из Ситуации Или Комбинации Строитесь Какие-то Трехэтажные Как оттуда Выйти Я начинаю Углублять Свои отношения С Богом В духовной части Молиться Духом Святым Петь Духом Святым Воспевая Ему В собрании Идти На собрание Я начинаю Изменяться Позволяя Ему Изменить Мой Характер Характер Который Нам Необходим Потому что Без изменения Характера Невозможно Иметь Свободы Я вам Скажу Честно Невозможно Характер Во Христе В Ишуа Мессии Делает Нас Способными Быть Другими Вопрос Не то Кто мы Есть На людях А что Мы делаем Тогда Когда Никого Нет Как Мы Решаем Вопросы Когда Никого Вокруг Нас Нет Что Мы Смотрим Когда Никого Вокруг Нет Что Мы Вообще Говорим Когда У нас Вообще Свобода Есть Знаете У нас Иногда Бывает Так Что Из-за У нас На Украине Такая Свобода Можно Говорить Что Угодно Что Угодно Открыл Рот И Понеслась Душа В рай Вопрос Характера Потому Что Нам Мы Не Все Можем Говорить Мы Не По Всячески Можем Делать Выводы Или Работу То Что Мы Делаем Для Многих Из Нас Нужно Укрепиться И Даже Изменить Наш Фундамент Знаете Почему В этом Мире Уже И Верующий Давно Уже Очень Давно Например 10 15 А может 20 30 Лет Верующий И Я думаю Что В изменении Характера Это значит Изменить Свой Фундамент И Подкорректировать Каждый Фундамент Я буквально Вчера Слушал Передачу По Телевизору О Голландии О Амстердаме Да В Голландских В общей Голландии Знаете Что Голландия Находится Ниже Уровня Моря Намного Много Ниже Уровня И Океан Это Одна Из Больших Проблем Для Голландии Океан При своих Приливах И так Далее Заполняет Чуть ли не Половину Голландии И Они Придумали Что Нужно Чтобы Отгородиться Нужно Подзелать Дамб Дамб И Двести Я не Извините И Двадцать Миллиардов Долларов Было Потрачено На Одну Дамбу Чтобы Только Сохранить Жизнь Людей И Благополучие Людей Знаете Вот Для Меня Очень Интересно Потому Что Они Говорят Что Фактически Города Многие Построены Когда Были Высушены Болото Высушивались Болото Привозилась Земля Насыпалась Искусственно Высушивали Земли Чтобы Иметь Плодородие Строиться Все остальное Но Загадать Чем Больше Ты Высушиваешь Землю Тем Быстрее Она Оседает С Осадкой Или Просадкой Земли Приходит Нарушение И Наш Фундамент Зданий О чем я Мы уже Верующие Много Много Лет Например Мы же Привыкли К тем Обстрелям Которые Вокруг Нас Происходят Мы В этом Мире Находимся Но Этот Мир Он Не Усовершенствуется Духовно Он Деградируется И мы В этом Мире Он Проседает Как Земля Проседает И Если Оно Просело Наш фундамент Будет Всегда В напряге И Если Он Где-то Треснул Где-то Он Дал Осадку То Я вам Гарантирую Где-то В один Момент Не сегодня Завтра Третьего Дня Он Даст Трещину По всему Дому Мы С вами Дом Духовный Мы С вами Строим Но Павел Говорит Смотри Кто Как Строит Я Положил Основание Которое Я Я Я Положил Но Смотри Кто Как Строит То С чего Строит Основание Даже Во Христе Вера Во Христе Тоже Подвергается Испытанию И Многие Не Выдерживают Его Поэтому Характер Мессии Он Очень Сильный Поэтому Павел Говорит Об Исследовании Себя Он Говорит Исследуйте Себя Исследуйте Через Писание Смотрите О своих Делах Через Писание Таким Образом Вы Хотите Иметь Спасение Библия Является Тем Может быть Инструментом Которым Можно Основание Укрепить Чаще Всего Когда Имеют Проблему С Основанием Заливают Стекло Помните Заливают У нас Оперный Театр Имел Осадку И залили Там Очень Много Стекла А стекло Прозрачно Его Не Видно Слово Божье Оно Когда Он Ходит Его Не Видно Но Он Делает Хорошую Работу В основании Каждого Человека Но Если Мы Не Делаем Того Тогда Происходит Крушение И Знаете Когда Мы Сфокусированы На том Чтобы Сбежать От наших Трудностей Когда Мы Делаем Планы Чтобы Уйти От Тех Ситуаций Которые Мы Попадаем Знаете В это Время У Бога Есть Своё Предозначение В этих Ситуациях Он Ищет Чтобы Нас Раскрыть Чтобы Нас Знаете Вот я Буду Так Говорить Нарушить Нашу Безопасность Нашу Самоуверенность Смотрите 25 стих 16 Главы Около Полуночи Павел И Сила Молясь Воспевали Богу Узники Услышали Их Вдруг Сделался Великое Землетрясение Так Что Поколебало С основания Темницы Тот Час Отворили Все двери И Узы У всех Ослабли Темничный Страж Пробудившись Увидев Что Двери Темницы Отворены Излег Меч Хотел Умертвить Себя Думая Что Узники Сбежали Но Павел Возгласил Грёвким Голосом Говоря Не делай себе Никакого Зла Все Ибо Все Мы Здесь Он Потребовал Огня Бежал В темницу И В трепете Припал К Павлу Сили И Выведя Их Вон Сказал Им Господа Мои Что Мне Делать Чтобы Спастись Они же Сказали Веру Вешу Господа Спасёшь Ты И Весь Дом Твой Интересно Поворот Такой Резкий И Шёл На Молитву Оказался В Тюрьме И Шёл Раньше На Молитву Пришла Лидии К Спасению И Шёл На Молитву Без И Свидетельств О том Что Он Великий Человек Но Попал В Тюрьму Попал В Темницу Это Выгодно Было Богу Иногда Мы Не Думаем Что В наших Темницах В наших Трудностях Богу Выгодно Чтобы Мы Были Свидетелями И Спокойно К Относились Ты Не Можешь Быть Духовным И Плотским Одновременно В одно и то же время Холодным И Горячим Радостным И В Депрессии Тебе Сегодня И Мне Нужно Сделать Выбор Кому Будем Служить Ходить С опущенным Лицом Потому Что У нас Трудности Потому Что У нас Проблемы Нас Заковали Не Просто Так А Чтобы Сохранить Наше Состояние На Долгое Время В Оковы И Быть Депрессией От Этого И Говорить Боже Где Ты Пускай Все Разрушится Или Быть Просто Слугой Господа Как Вы Думаете Знали ли Они Формулу Освобождения Вот Эти Два Прекрасных Человека Знали Ли Они Что Нужно Делать Чтобы Спастись План Эвакуации Какой-то Был У них Я Не Встречал В Писании Вот Таких Еще Десять Разве Что С Петром У Петра История Он Еще Спал Эти Хоть Молились А тот Еще Спал У них Не Бало У них Не Был Никакого Плана Они Довольствовались Тем Что Происходило Потому Что В Каждой Ситуации Они Усматривали Что Бог Знает Больше Чем Они Знают Они Воспевали Богу Они Говорили Богу И Не Знали Что Будет Землетрясение Не Знали Что Произойдет Они Спокойно Переживали Обстательства Мы Хотим Многого Мы Хотим Успеха Мы Хотим Прийти К Нашей Цели Я Однажды Слышал Одного Верующего Бизнесмена Успешного Бизнесмена Он Сказал Многие Хотят Миллион Многие Хотят Заработать Миллионы За Десять Центов Молитвы Слышите Нет Многие Люди Хотят Иметь Миллионы За Десять Центов Молитвы Когда Я Услышал Эту Фразу Понял Вау Мы Хотим Много А для Этого Делаем Вот Так Немножко Вот Помолились Мы Судья Сделали А вот Ожидаем На Целый Миллион Ладно Понимаю Десятину Мог Мог Так Смотреть На На Кажется Безисход Ну Слышите Не Не Надо Смотреть На Это У Бога Всегда Есть Выход Если Вы Не Смогли Попасть в обитованную землю. У нас есть такие люди, которым было отказ, или те, которые сильно даже боятся, что где-то их фейс выплывет. Знаете, я вам скажу честно, да, там стоит табличка, объезд, длинный путь будет домой, но это не должно давать страх, не благовествовать, не дает нам права закрываться, быть в депрессии. По причине Божьего объезда нас не должны стеснять обстоятельства. Стоит просто ждать, не просто ждать приговора, время решения, которое кому нам служить? Нашим страхом или Всевышнему? А обстоятельствам, которые нас служат, у нас сложились, или Богу? Нам нужно громким голосом заявить миру, в кого мы веруем, на кого мы уповаем. Молчать нам или говорить правду? Я говорю благую весть. Планировать свой личный план побега из-за того, что у нас не сложились наши мечты? Или же надеяться на Бога, который всегда во всех вопросах в вопросах выведет меня на свет? Если мы оказались в заточении за нашу веру, тогда мы громко должны сказать, в кого мы веруем. Друзья, это наш выбор. Выбор молиться во время объезда. Или, когда нам говорят, измените свой путь. это время, когда нам решать. Остаемся мы верными и насколько. Я призываю нас сегодня перед Всевышним дать, знаете, вот себе шанс еще один в том, когда я увижу эту большую надпись, которая говорит «Объезд к твоей цели, к твоей мечте не переживать. Спокойно развернуться и ехать, если не по указательным знакам, хотя бы по интуиции, потому что мы знаем, куда мы хотим добраться. У нас есть знаки, Библия, четкие знаки, но также у нас есть и пророческие дары, куда нам идти, каким образом нам идти. Они должны быть только в Господе. Поэтому сейчас встанем наши ноги и давайте помолимся. Перед тем, как нас будет ожидать величайший прообраз брак Агнца со своей невестой, со своей общиной, свадьба это хорошая часть. И радость у нас также будет не только здесь на земле, но и на небесах. Но перед тем, как мы туда попадем, давайте мы задумаемся над всеми теми обстоятельствами, в которые мы попадали, где мы встречали эту большую надпись объезд. Что мы тогда делали? В Одессе, как говорится, не поссориться, не поговорить. Что мы тогда делали? Может быть, там стоит регулировщик, который называется Дух Святой. Он говорит, разворачивайся. Я встречал таких людей, которые здесь, когда перекрывают здесь дороги, да, какое-то событие происходит. Люди подъезжают и начинают показывать ксиву, что надо проехать, что они там живут, они кого-то знают, начинают на этих регулировщиков наезжать, знаете, на своих очень красивых модных машинах, там на них говорить, кто он такой, обзывать его. Знаете, я посмотрю на эти вещи, я думаю, иногда мы получаемся таким самым образом, подъезжаем к мечте, которая вот-вот туда недалеко, от Бога говорит, разворачивайся, надо немножко проехаться еще другим путем, мы начинаем высказываться, задумаемся над этим, будем проводить жизнь тихую, безмечежную в молитве к Богу. Амин. Авинуши башамай, Матис Небесный, святое имя Твое, я благодарен Господь, что в моей жизни было столько этих знаков объезда, что Ты учил меня в моих тяжелых обстоятельствах, Ты проявлял как лакомственную бумажку мой характер. Я благодарю, что у меня есть надежда на Всевышнего, который сотворил небо и землю, который знает конец еще от начала, который совершенствует знает меня, еще не было меня в утробе матери, как совершенствует Ты знал мое имя. Господь, если, подходя к этому развороту от моей мечты, я возмущался на Твоих слуг, на Твоих служителей, пасторов, Дух Святой, которые указывали, куда пойти, как сделать, что нужно изменить, чтобы достичь этой цели, Господь, прости меня, я хочу быть довольным, за все благодарить, и чтобы в моей жизни, когда я даже попадаю в темную ситуацию, в темную комнату, когда мои скованы руки, может быть, это болезнь, может быть, это безвыходная ситуация, может быть, это бизнес, может быть, это семья, может быть, это еще какие-то зависимости, дай мне не бояться, не искать личного выхода, рисовать свой план побега, научиться славить Тебя, а как ты это сделаешь, или сделаешь вообще ли, разве мне об этом думать, Господь, хочу быть Твоим навсегда, если вы молились этой молитвой, сделайте в своей жизни перемены, не просто выслушайте, а сделайте реальные перемены, пускай ваша жизнь сияет, если даже, как у Павла, ничего не предвещало плохого, живите этой жизнью, что ничего не предвещает плохого, ходите везде, на молитвы, служения, славьте Бога, это наша участь, но всегда будьте готовы дать всякому человеку ответ за ваше упование, пускай Бог благословит вас, амин, м у у ваше Продолжение следует...